добрый день сегодня расскажу о покраске как крашу свои копилки я прежде чем приступить к работе расскажу чем мы будем работать как работать особенности первое работаю я акриловыми красками краски на водной основе первое что следует соблюдать при работе с красками это вы должны работать на средствах индивидуальной защиты у вас обязательно должны быть перчатки на руках потому что невозможно работать с краской не замраться второе вы должны использовать средства индивидуальной защиты для органов дыхания обязательно потому что хоть и краска на водной основе воздухе летает а пыл которым вы дышите это тоже вредно следующее при работе с акриловыми красками краска густая акриловая и и надо будет разбавлять разбавляю акриловую краску в пропорциях один к одному одна часть воды одна часть краски следующий момент работать будем аэрографом аэрограф вот такой вот он китайский сопло у него 0 5 миллиметров выполняем им 80 процентов объема работ некоторых случаях до 90 красить будем работать вот с такой вот моделькой такой вот копилкой здесь использовалась 1 цвет 2 цвет желтый коричневый 3 черный 4 белый 5 и лак 6 1 2 3 4 5 и лак 6 на начальном этапе не советую выбирать модели с таким количеством цветов хотя и по покраске это модель несложное на начальном этапе советую выбирать модели у которых там два или три цвета всего лишь это очень удобно и поскольку вы еще не у вас нет опыта работы с краска пультом с красками пока вы набиваете руку на таких модельках примеру как медведь что-то испортить будет проблематично в дальнейшем покажу как окрасти такие модели здесь используется техник техника полусухой кисти что еще вы хотела сказать при использовании техник покраски следующая модель которую мы будем красить она будет маленько другого раз другой расцветки более ярко выраженная будет желтая часть именно на голове попросил заказчик резюмируем работаем средствах индивидуальной защиты краску разбавляем один к одному а краску обязательно цедим цедим при помощи марли прежде чем заливать его в краска пульта или аэрограф и краску обязательно будем ценить это бережет ваше время бывает такая ситуация что краску не процедили краска пульт или аэрограф забился и потом его два часа чистим два часа это наше личное время которое мы могли бы затратить на покраску за два часа вы покрасите допустим 10 или 15 штук таких вот я думаю это результативно за это время вы сможете заработать или просто чистить краска пульта что с этим краску обязательном порядке краска акриловой на водной основе имеет такое уникальное свойство как быстро сохнуть это ее как плюс так и минус 1 почему плюс потому что можно за коротким промежуток времени краска подсыхает и наносить можно вот следующий слой 2 3 минус почему потому что из-за того что она быстро сохнет при взаимодействии с воздухом краска пульт начинает подзабиваться то есть там образуется мелкая пленочка такая уже подсохшие краски который не дает жидкой краски проходить через краска пульт значит еще какой момент про этот краска пульт сказал у него сопло 0 5 миллиметров 80 процентов работы выполнен следующий краска пульт для глаз вот этим краска пультом будем красить глаза у него сопло 0 3 миллиметра также в своих работах я еще использую аэрограф у него сопло 0 8 миллиметров я его использую чисто под лак кроме лака краска пульт больше ничего не видит только лак лак тоже акриловый на водной основе разводим один двум дальше что еще работаем обязательно тоже фартуки работаем на турнетке что такое турнетка турнетка это вращающиеся основание или подставка состоящая из двух в моем случае из двух металлических дисков между которыми находится вал видно и этот вал вращается на подшипе подшипник у нас точение использую своих работах вот такие вот подставки размер такой подставки 200 на 200 миллиметров но это в моем случае при небольших моделях длина этой модельки 28 сантиметров для чего нужны такие вот подставки когда мы красим и закончили покраску нам необходимо наносить следующий слой нам надо убрать турнетки нашу готовую работу мы просто ее убираем за подставку поскольку краска еще сырая мы не можем взять ее руками нашу готова покрашенную на один слой работу а нам надо уже красить следующую работу и мы также на подставке ставим следующую работу и наносим следующий слой то есть не ждем когда краска на этой работе подсохнет а уже то есть это ускоряет процесс работы это очень удобно работать на турнетке удобно работать с поставками удобно ну или второй вариант такое не использовать вот такие квадратные подставочки до из ламинированного dsp а сделать вот таких турнеток 10 штук примерно но это бюджет уже больше смотрите кому как удобно если у вас большая площадь позволяет сразу работать несколькими моделями закажите себе такие подставки заказывал я их в сварочном цеху в моем случае это железный есть на алиэкспресс видел продаются пластиковые цена по моему 1200 но дорого возможно в вашем случае не будут просто деревянные 2 2 деревянных круга или квадрата которые будут вращаться между собой на ком например болту в общем по оснастке рассказал все краска акриловая лак акриловый краскопульты рассказал про аэрограф рассказал еще очень важный момент после того как вы закончили работу неважно будет это краска или лак краскопульт будет это или аэрограф обязательно промываем наши пистолеты или краскопульты вот этот аэрограф соплом 03 у него сопло очень очень маленькая если вы его не промойте после работы и там останется краской она засохнет возможно вы его выкиньте бывают такие случаи когда при неправильном использовании краска туда попала засохла начинаем чистить небрежное лишнее аккуратное движение все краскопульт аэрограф больше не работает он начинает разбрызгивать краску в разные стороны и у вас уже не получается вот так вот аккуратно красить глаза то есть он начинает вот так вот все заливать это говорит о том что вы повредили посадочное место где иголка входит иголка аэрограф входит будем так назвать сопло хотя это по-топорному конечно так что обязательно караскопульт аэрограф и промываем после окончания работы это бережет ваши нервы и деньги и время в общем по оснастке рассказал все следующий этап будем сейчас подготовить материалы будут сидеть краску заливать в краскопульт аэрографы и начнем уже пока с покраски поподробнее как начну включу и продолжим снимать